всем добрый день сегодня была в ашане в общем оббегала весь ашан купила полезные вкусные продукты для здорового правильного питания хочу с вами поделиться что я купила что приобрела просто с вами поболтать а то я уже несколько дней наверное дня 4 опять не снимала у меня холодильник так подпустил я готовила вот тут вот курочку хочу опять приготовить такую курицу опять вот на соли и на луке очень получилось вкусно кстати кто любит лук он тоже запекся вот кто любит лук может тоже в принципе его есть но наверное скорее всего он будет соленый так стараюсь обходить такие знаете вредные отделы стороной потому что если ты вредности не купишь соответственно ты их и не съешь правильно очень много сейчас мне сыпется таких негативных комментариев в плане того что марина хватит говорить про правильное питание про какое-то похудение но в принципе я думал что я могу обо всем говорить кто-то даже мне написал что вот вначале похудеете на 50 килограмм потом других мотивируете знаете я никого не мотивирую я никого не мотивирую никого ни к чему не призываю у меня нет никаких своеобразных таких диет до которые могут подсесть людям это просто здоровое питание обычное состоящие из обычных продуктов мотивирую я прежде всего себя и наоборот это мне кажется плюс что я об этом говорю а еще хорошо что не говорю а и делаю а так ничего никому доказывать я не собираюсь по мере возможности вот так буду показывать свои покупки до сейчас может быть не каждый день вот вот сейчас я закупилась мне как раз может быть на неделю на полторы хватит поэтому вот так мотивирую прежде всего я себя сама говорить я об этом буду это мотивация моя и мне хочется об этом говорить прежде всего я настраиваю себя сама я это делала так всегда никогда не сидела я уже вам говорила я еще расскажу эту историю я сейчас можно так сказать готовлю репортаж нет не готовлю просто у меня нет времени но хочется вам рассказать покажу вот ту фотографию которую я сейчас делаю на кулинарный канал я вам покажу ее в полный рост вот у меня там в полный рост и все вам поподробнее расскажу как что и чего давайте же поделюсь с вами покупками не так то просто что-то найти в магазине и вкусное и полезное и еще по приемлемой цене но вот я бегала ашан конечно я там курицу пришлось здесь докупить потому что в ашане что-то она дорогая индейка тоже дорогая что-то я позволить себе не могу ну вот какие есть продукты сейчас всем с вами поделюсь так сейчас уже уже везде стала появляться молодая капуста у меня один небольшой вилочек есть хочется поготовить с ней вкусные простые полезные прекрасные блюда потому что я думаю капуста это полезно вкусно по 32 рубля она в ашане вилочек взяла я думаю капуста это всегда полезно тем более я и бывает тушу а капуста молодая абсолютно не нужно никакого масла ничего мне не нужно кстати взяла ароматное масло и салата вот поэтому взяла капусту здесь на 70 рублей взяла лук лук тоже ваша нехороший 33 рубля килограмм на 41 лук у меня тоже заканчивается потому что я когда что-то делаю тушу или суп варю буду варить суп пюре с чечевицей туда нужен лук единственное в ашане не было кабачков хотя мне пришла рекламка что я еще туда поехала думала вот закуплю фруктов ой фруктов овощей побольше и думаю в одном месте но ничего страшного кабачков что-то не было вообще даже никаких взяла свеклу свекла вот такая классная прям знаете мне кажется это уже какого-то молодого урожая уже прям такая она молоденькая так свекла 50 рублей килограмм на 40 8 рублей можно тоже сделать разнообразные салатики из нее или просто даже ее отварить порезать из гречкой очень вкусно и взяла морковку морковка тоже хорошая все прям набирают целыми пакетами я взяла немножко 50 рублей килограмм на 52 рубля вкусно очень пахнет морковь это я сейчас унесу в холодильник дальше взяла картошку картошки было там конечно много видов но я взяла азербайджанскую что-то она прям мне показалось такой хороший красивый это азербайджанская картошка я взяла немножко потому что я картошку не ем но вот одну картофелину в принципе можно сварить можно сготовить запечь даже ее в духовке 110 рублей килограмм на сто тридцать три рубля я взяла картошку девочки если себя не мотивировать если так вот говорить зачем ты это говоришь во-первых я не хочу никакого быстрого результата я понимаю что я не стану никакой дерьмовочкой я прежде всего питаюсь не для того чтобы прям похудеть постройнеть и быть там до 90 60 90 весить 50 килограмм абсолютно не для этого это все делается только ради здоровья чтобы не болели суставы чтобы не было отдышки только ради этого чтобы когда ты шел в магазин не потел в три ручья только ради этого а не для того чтобы быть какой-то худой и стройный поэтому меня меня быстрые результаты абсолютно не интересуют меня интересует правильное питание и если с этого будет еще снижаться вес то это даже в плюс во первых я уже это не раз говорила вы просто не смотрите каждое мое видео пожалуйста смотрите каждое видео прежде чем потом предъявлять какие-то претензии обвинять меня в каком-то вранье вот непомерном не знаю что я вам собрала что капусту купила куда я ее выкину нет не выкину съем то что я сегодня не купила хлеба не купила булок не купила пельмени сосисок и что-то еще да не купила вот в чем вранье или куда купила но не знаю я и так в принципе вот потратила почти три тысячи у меня просто нету уже денег на сосиски там и ни на что другое хлеба да не купила единственное что возможно из вредности я купила это пасту макароны но они из твердого зерна вот это наверное единственная вредность сегодня которую я купила но это мои любимые вот такие трубчатые макароны зити называются зити они дорогие что-то сейчас они подорожали но я их взяла мне очень хочется устроить себе кто меня смотрит знает что я на неделе у меня такое скромное достаточно питание я тоже не могу себе рыбы там каждый день позволять вот сегодня я не купила там никакого мяса индейка дорогая я ходила походила так вокруг почитала состав у фарша у фарша представляете даже в составе какая-то свекольная свекольная пудра что это за свекольная пудра зачем фарш если вы мясо прокрутили зачем его окрашивать какой-то свекольной пудрой кто-то в составе даже я говорю не скрывают сейчас я состав фарша всегда читаю мне просто захотелось взять я взяла перец недорогой и мне хочется сделать вот полезный фаршированный перец по одному очень интересному рецепту поделиться с вами этим рецептом на кулинарном канале и вот я хотела фарш взять уже готовый но я отсекла сразу эту идею потому что ну во первых я и вас слушаю вы говорите я вас не слушаю в чем-то я вас слушаю по мере прислушиваюсь вот что лучше купить кусочек мяса самой прокрутить его это будет у тебя чистое мясо без всяких там вот каких-то вот свекольных пудр не знаю что это такое какая-то свекольная там то ли посыпка то ли присыпка что там было надо было сфотка в другом фарше который я взяла там прям так и было написано что мясо мех обвалки кожа там вся вот это вот ерундистика я как бы отмела эту идею причем это тоже не особо дешево вот эти все вот фарши уже прокручены все больше 200 рублей стоит поэтому я все отмела мясо как-то мне не особо там понравилось она у них там идет такое пакетированное данную вакуумной упаковке не очень она мне понравилась она какое-то такое водянистая на вид вот может она конечно и хорошая но я лучше мясо где-то тут у себя возьму прокручу и у меня будет фарш вместо мяса я взяла курицу из вредности я взяла вот эту пасту но вот вы мне говорите ты худеешь на сосисках на пельменях на варениках но во первых я не худела когда еще варила пельмени вареники и не считаю ничего вот там такого страшного если съесть там пять пельменей там три вареника раз в неделю например раз в две недели это не постоянная еда я думаю любой нормальный человек это понимает если вы судите с какой-то своей например колокольни что вы пельмени едите каждый день то я не ем пельмени каждый день у меня бывает до бывает такие заскоки что я например к чему-то прям прикипаю и могу каждый день варить одни примени да такое бывает я надеюсь сейчас таких срывов не будет будет ну не хочу сказать максимально прям полезная такая еда но я буду держаться поэтому вот из вредности у меня вот такие макарошки я хочу сделать их в сливочном соусе с креветками устроить себе так скажем такой какой-нибудь один загрузочный день так скажем загрузочный день 150 рублей помидоры черри на салат взяла зато сэкономила на огурцах огурцы по 59 рублей вот это упаковочка других не было вот других не было взяла что было такое более-менее по качественным по свежей дальше взяла два перчика сегодня очень хорошая акция была на желтый перец башане 180 189 рублей в общем на 70 рублей мне вышли эти два перчика взяла абсолютно небольшие какие они ароматные вот говорят вот этот перец желтый очень вкусный и полезный вот хотя наверное желтый зеленый красный это разные стадии созревания перца может быть ну вот он пахнет очень вкусно я хочу сделать один очень интересный рецепт подписывайтесь на кулинарный канал тоже он максимально будет полезной это тоже для моего здорового питания я думаю никто ничего не скажет что перец для этого дела очень даже подходит поэтому две штучки взяла килограммами сейчас девочки тоже ничего не набираю продолжаю покупать у меня уже там топленого масла вот то я использую нашла по хорошей цене кто-то у меня открытая нашла вот в такой стеклянной баночки по хорошей цене но это я была просто хочу вам показать это я была в ленте она сделана по госту в общем теперь вот как вы мне рекомендовали да не навязывали как вот некоторые почему-то думают что если они что-то навязывают прям так устойчиво тоже хочу еще сказать девочки мои хорошие зрители мои не рекомендуйте мне никакие там похудательные каналы других блогеров каких-то худеющих дам пожалуйста не нужно этого делать каждый у каждого свое здоровье каждый худеет для своих целей кто-то худеет чтобы быть красивой худой стройной и звонкой кто-то худеет для здоровья кто-то для здоровья правильно питается кто-то худеет на каких-то кето диетах кто-то худеет на каких-то интервальных голоданиях не вся диета подходит каждому до человеку если бы вот вспомните в свое время были и кремлевские диеты и какая-то лепестковая диета и белковая диета и дюкана диета и каких только японская диета и каких только диет нет на белом свете но от этого худых людей до больше не становится все равно есть люди в теле есть люди полные есть люди полные по здоровью связанная с какими-то там гормональными вещами это не значит что они там может и едят в три горла как говорится не знаю но вы мне тоже в рот не заглядывали если я вам там показала где-то пельмени сварила себе пельмени это не значит что я съела там всю пачку или каждый день питаюсь этими пельменями но тоже надо немножко включать хотя бы вот какую-то логику так что теперь я вот это масло видите у меня еще сколько много я его не знаю даже куда дену и выкидывать в принципе не хочется но я на нем больше не готовлю готовлю сейчас стараюсь только на топленом масле или масло гхи вот купила как бы впрок свеженькая свеженькая прям вот только-только-только изготовленная вот так что прям вот по чуть-чуть по половинке чайной ложки и мне прекрасно хватает потому что у меня в основном все только тушеное поэтому мои хорошие не надо обвинять другого человека во вранье если там какие-то блогеры на этом наживаются я абсолютно с этого ничего не имею ни копиюхи ни как говорится ничего это никакие не рекламы ничего поэтому извините меня что мне вам врать что мне вам врать если кто-то на этом наживается я просто рассказываю как вот что я купила что я буду есть вот сегодня у меня на ужин будет может быть курицу сделаю салат сделаю купила йогурт вот этот без сахара тоже тут 55 килокалорий такой вот йогурт без сахара это в качестве не перекуса а в качестве даже ужина потому что перекусы я стараюсь не перекусывать вот не перекусывать дальше взяла творог взяла творог вот этот синенький творог 5 процентный он по хорошей был цене здесь у нас получается сколько грамм 350 грамм вот я хочу сделать его мне в принципе хватит на ну или сделаю только сырники с него потом куплю или на два рецепта его сделаю сделаю сырники и сделаю может быть вкусные куриные котлетки с творогом дальше взяла большую курицу вот курицу я уже взяла у нас потому что дешевле 190 рублей за килограмм курицы в ашане я не нашла поэтому взяла за 160 у нас такую большую курицу здесь я большинство мяса пущу на фарш что-то останется даже буду запекать поэтому вот такое у меня полезное питание из курочки взяла вот такую вот икру говорят очень полезная тоже написано прям супер двойной белок она имити а имитированная содержит тоже омегу-3 вот очень мне хочется просто вот ну побаловаться понятное дело что это не настоящая икра а имитированная раньше была такая икра здоровья ее тоже даже рекомендовали очень есть поэтому вот взяла немножко побаловаться может быть что-то из нее тоже приготовлю украшу какие-нибудь салаты взяла греческий йогурт вот такой греческий йогурт тоже теперь буду использовать и в качестве сметаны и в качестве что-то замариновать в принципе по 39 рублей взяла три упаковки вот такого греческого йогурта вот греческий густой нежный сто процентов натуральный и не жирный прекрасно используется в качестве соусов сметаны обмазать ту же куриную грудку запечь и взяла творог 5 процентный тоже творог вот такой просто обычный мягкий это на завтрак вот такие у меня были покупки поэтому давайте друг друга как говорится тоже слышать я никому ничего не навязываю вот никому ничего нет самое как бы не обещаю вот как говорится я должна только сама себе кому не интересно слушать про какое-то полезное питание не знаю почему вам не интересно про это слушать у меня я и год назад вот где-то тоже по весне у меня было полезное питание я тоже со 119 у меня тогда на новый год было 119 потом я где-то к апрелю скинула уже до 116 и летом скинула почти до 109 до 108 килограмм да я этот вес не удержала по определенным обстоятельствам я не собираюсь спекулировать на этих темах здоровья не собираюсь вот именно по той причине что извините меня это не является никакой рекламы не является зарабатыванием денег каких-то поэтому я не собираюсь на этом спекулировать рассказывать про это так оно получилось кто смотрит мой каждый выпуск каждый выпуск может быть что-то где-то и понял по моему эмоциональному состоянию что произошло вот я тогда показывала что я ходила летом по врачам вот снимала даже у поликлиники даже завтракала у поликлиники вот да к сожалению я 109 вес не удержала у меня тогда он прыгал 109 108 и я даже вам еще говорила что вот мне осталось скинуть всего 9 килограмм и у меня было бы 100 вот и может быть даже 99 я бы увидела эту заветную цифру две цифры на весах как когда-то я ее увидела когда я после больницы была тоже на не на диете не на диете а просто на здоровом питании будем так его называть здоровое питание даже не пп будем называть его просто здоровое питание я увидела уже эту цифру в 99 килограмм но тогда у меня тоже вы были очень сильные стрессы эмоциональные поэтому тот я вес тоже не удержала набрала опять вот до 119 потом опять скидывала до 109 и вот кто меня смотрит тем летом вот я даже показывала на весах 109 говорила даже что вот 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 буду скидывать но увы знаете как говорится что ну вот что пожелаешь не всегда это можно осуществить как бы есть еще там кто за нас эти все вещи более как говорится точно знает чем мы так вот девчонки ладно не буду я тут разглагольствовать не хотите не смотрите я никого не держу кто хочет пожалуйста можете не подписываться смотрите меня без подписки буду рада если вы поддерживаете насчет мотивации но если кто-то тоже смотивируется то смотивируется если нет я никого не призываю есть капусту поэтому как мне написали ты должна сама там быть такой вот стройный как березка прежде чем людям рассказывать как ты ешь капусту ну я считаю это не так что я еще купила в ашане я купила мыло вот такое банное огуречное вкусно она так пахнет девчонки не моюсь никакими как вам сказать химозными средствами гелями не моюсь покупаю вот просто мыло обычная вот она просто очень хорошо пенится вот такие банные мыло большие куски 100 граммовые они кстати да что граммовые я думаю да 180 даже тут грамм вот и покупаю дегтярное не беру никакие там деле фама там не беру вот чисто такое мыльца мне хватает кончается беру нужно взяла огуречное очень понравилось взяла кремушек для ног кремушек для ног взяла вот такой вот облепиховый буду делать массаж ножкам не брала дорогой денежек нет вот этот рублей 80 вот этот где-то 47 рублей в общем облепиха и семена морковки в общем когда-то я им тоже ножки обрабатывала мазала все мягенькое все хорошенькое крем для ног вот такой тоже взяла он и заживляет микротрещины и бактерицидное действие в общем вообще 47 рублей для массажа ножек самое самое и еще прошлась конечно же взяла себе там журнальчик буду вдохновляться и взяла себе ножницы по 60 рублей нигде не могла найти мне нужны были ножнички знаете какие вот такие фигурные вот видите какие вот такие фигурные вот потом кто смотрит мои хобби они разные вот эти более мелкая вот это более крупная резьба не смогла выбрать какие мне точно взять очень очень острые по 60 рублей всего в общем не смогла выбрать какие взять взяла две штучки поэтому не обижайтесь пожалуйста мои дорогие я никого не хочу обидеть очень жалко что вы меня подозреваете в каком-то там вранье если кто-то из блогеров делает на этом какую-то рекламу получает за это деньги то у меня абсолютно никакой рекламы нет я за это абсолютно деньги никакие не получаю я вам не навязываю никакие диеты как бы никакие другие средства вот а для здорового питания пожалуйста заходите ко мне сюда буду показывать вам здоровые продукты будем с вами что-то и на этом канале готовить вкусное полезное и на кулинарном канале будут выходить рецепты тоже такие вкусные полезные что-то меня сегодня опять немножечко штормит я даже ездила с собой брала тонометр представляете потому что сегодня сказали что очень такое низкая давленица брала и тонометр и таблетки с собой брала но слава богу ничего не понадобилось все нормально вот так бы все поговорила с вами надеюсь все вам объяснила рассказала поэтому но не нужно всех подозревать в каком-то вранье не нужно всех обвинять что не надо говорить о правильном питании но о чем же мне с вами еще раз говорю ну давайте отключу камеру и буду просто молчать но о чем вы считаете что здесь какое-то нездоровое питание но не знаю ну может я и не права поэтому если кого-то чем-то обидела вы на меня пожалуйста не обижайтесь кому интересно оставайтесь со мной кому абсолютно не интересно не нужно писать какие-то уязвительные комментарии оскорблять обвинять мне абсолютно тоже не хочется никого обидеть всем огромное огромное спасибо вот очень жалко единственное что не купила кабачки потому что кабачки я считаю тоже вкусным полезным здоровым питанием но может быть где-то куплю или в магазине или на рынке в пятерочке у нас кабачки по 99 рублей все разобрали все не обижайтесь пожалуйста не думайте что все врут все до свидания